Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» ценят не только биатлонисты и лыжники. Вполне комфортно себя здесь чувствуют и представители игровых дисциплин. Неслучайный мини-футбольный клуб «Тюмень» – один из этапов предсезонных сборов – решил провести именно здесь. А наша съемочная группа немедленно наведалась в гости к бронзовым призерам Суперлиги. Во время подготовки к чемпионату Суперлиги игроков ничего не должно отвлекать от этой самой подготовки. «Жемчужина Сибири» в данном аспекте – место едва ли не идеальное. Тюмень наконец-то собралась в полном составе. В ряды команды после отпуска влились Меодрак Аксентьевич и Младен Коцыч. Болельщики с волнением ждали новостей о том, останутся ли сербы в Сибири. В моем возрасте ты ищешь лучшее место для жизни своего ребенка, своей жени. Причем и зарплату, и финансовая ситуация тоже важна. Так что мы дома посидели, пообщались и выбрали Тюмень, что останем здесь. Программа, которую тренерский штаб предложил игрокам в «Жемчужине» – самая тяжелая за весь сбор. В частности, во время очередной вечерней тренировки футболистов ожидал 40-минутный кросс. Никто не любит бегать монотонно, поэтому побыстрее бы перейти в зал с мячами. Но, как вы знаете, без физической подготовки очень тяжело будет играть в сезоне, потому что сезон будет тяжелый, длинный. Насколько вы знаете, будет спаренный матч в этом сезоне. Поэтому фундамент обязательно надо заложить. Я думаю, еще в промежутках, в Новый год, возможно, мы еще подтянем. Поэтому только все с позитивом работаем. Наставник Тюмени не стал спорить с тем, что именно работа в центре зимних видов на первом тренировочном этапе имеет главное значение. Особенно если учесть, что по турнирной сетке чемпионата сибиряки планируют продвинуться максимально далеко. Ну да, самое тяжелое – это заложить фундамент. Поэтому в этом году мы решили поменять немножко подготовку. Решили побегать по горам немного, выносливость свою подправить. Поэтому свежий воздух, кислород. Я думаю, все сосредоточились на работе, над своей физической подготовкой. Поэтому все хорошо, все работают, все молодцы. Только плюс нам. Труднее всего сейчас сербам. Братья-славяне только-только привыкают к возобновлению тренировок. Но зная их профессионализм, сомневаться в том, что вскоре Аксентьевич и Коцыч достигнут состояния полной боеготовности, не приходится. Чувствуется то, что парни уже набрали несколько перед нами. Сейчас нам приходит больше сил отдавать, чтобы догнали них. И чувствуется в тренировках, но это наша, сказать, вина. Нас отпустили чуть больше, и сейчас пришло платить за это. Зато молодежь на сборе не тушуется. И пусть первым быть в кроссе задача не ставилась. Быстрее всех с дистанции справился Камиль Гирейханов. Ну да, я перед сборами готовился. Примерно предполагал, какие будут сборы, и нарабатывал выносливость, бегал по утрам. Здесь показалось, что уже как-то усталости какой-то особой нет. Ну не знаю, просто получилось так. Сам устал очень сильно. Насколько тяжелый рельеф здесь? Ну тяжело-то достаточно, особенно, когда мы поднимаемся в гору и спускаемся вот так 8 раз. Это тяжело-то. И раз, два, три прихлопа, раз, два, два притопа, раз, два, высши ноги и колени не сгибать, раз, два, раз, два, и оп, 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 оп. После «Жемчужины Сибири» тюменцы вернутся в областной центр, благо ехать очень недалеко, где приступят к тренировкам в зале. Хорошо, а теперь переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же. Доцент, у меня насморк. Пасть порву. Только ты знаешь.